Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами свяжем мужскую шапку. Не так давно мы с вами вязали шарф мужской. Кто вязал и уже связал. Я надеюсь, вам понравилось. И теперь у нас с вами есть шапка. У меня вот такой комплект, как вы видите, он синий, да, один немножко одного оттенка, другой другого. Это, в общем-то, один из стилистов подсказал такой вариант о том, что нельзя как бы одинакового цвета. Вот мой сын и выбрал такое качество пряжи и такое цвета. Шапку мы вяжем с вами с Alize Lana Gold. 100 граммах у нас, 240 метров. Рекомендуемый спицы нам 4,6. Я вязала пятеркой. Шапка на размер 60, то есть достаточно крупная. Она высокая, как вы видите, да. Прототип, прототип такой шапки. То есть я посмотрела идею вот с шапки, которую вы сейчас видите на экране. Она связана не совсем по рекомендации, как бы я просто подсмотрела. И согласно того, что я увидела, сделала свое решение. Мы сейчас с вами разберем узор. Узор у нас вот такие вот ромбы, как вы видите, да. Ромбы. Косы, переходящие в ромбы. Вот у нас коса. У нас отворот. Я расскажу про отворот, что я сделала, как. Вот у нас идет коса. У нас идет ром. И заканчивается косой. И коса у нас закрывается, получается уже макушка. Все косы соединяются в макушечку. По поводу расчетов. Да, я сейчас вам расскажу и покажу. Немножко подъедем. И поговорим. Вот у меня как бы шапка, да. Объем головы у меня 60 см. Отворот. Отворот. Вот эта резинка 2х2. То есть это... Я думаю, что многие умеют, но я на всякий случай покажу. Как мы вяжем резинку 2х2. Она у меня 7 см. И затем мы с вами вяжем один... Когда связали 7 см резинку, я вяжу ряд 1 лицевыми петлями. И потом опять вяжу резинку. То есть вот, если мы посмотрим, да. Вот у нас разбитие идет 7 см. Ряд лицевые опять 7 см. Я затем еще на именно ту часть, которую мы завернули, отворот, я провязала крючком. Вы это можете делать, можете не делать. Мне нравится о том, что сейчас она более плотно садится на голову. Да, не сильно растягивается. А объемность резинки сохраняется. Так, вся высота шапки, высота шапки у меня вместе с отворотом 24 см. Пряжу, как я уже сказала, 100 граммах 240 метров и спицы номер 5. Вы можете выбирать любое качество пряжи. То ли шерсть, то ли полушерсть. В зависимости от того, что у вас есть или что вам нравится. Итак, связала я резинку и растянув ее немножко, вот так, чтобы как она растягивается на голову, я замерила, что у меня в 10 см 17 петель. Согласно этого нашей пропорции, я посчитала, что мне нужно набрать 102 петли, плюс 2 петли кромочные, итого 104 петли. Значит, на резинке у меня ушло, на резинку я набрала 104 петли и провязала 7 см, один ряд лицевой, еще раз 7 см, и потом я вышла уже на сам рисунок. Теперь поговорим о рисунке. Вот я набросала о том, как я разбила свои петли. Я добавила, спицы я не меняла, я вязала одними и теми же спицами номером 5. К узору, к узору, вот в верхушке моей, да, вот к этой части шапки, после резинки, я добавила 24 петли. И разбила все свои петли вот каким образом. С краю у меня кромочная и 7 петель. Затем у меня идет 6 петель коса, то есть 3 на 3 мы будем с вами перекручивать косы. 15 петель у меня как бы пролет между косами и опять 6 петель. И далее опять 15, то есть я показала часть, дальше вы понимаете. И оканчиваем опять мы с вами 7 плюс 1. Да, я вязала спицами поворотным вязанием. Да, я знаю, что можно вязать по кругу, имея в наличии 5 спиц. Признаюсь, так как я больше вяжу крючком, у меня есть спицы, но набора из 5 спиц, вот конкретно для такой шапки, у меня нет. У меня вот спицы, тем более очень старые спицы, еще современ Советского Союза. Видите, сейчас, наверное, таких и не делают, это нержавеющая сталь. Когда вяжешь, они стучат, достаточно тяжелые. Ну, в принципе, это не важно. Поэтому каждый выбирает для себя сам. Я вязала поворотным вязанием, у меня есть на шапке шов. Вы же можете вязать по кругу. Кто чаще вяжет спицами, у него есть набор. Кто тренируется, кто хочет купить и вязать. Ну, это, в принципе, выбор за вами. Сейчас мы с вами, я наберем ряд петель, я разберу для начинающих резинку 1.1, и потом мы с вами поговорим, как связать вот эти ромбы. Хотя отъедем, потому что камера не успевает сфокусироваться. Да, мы разберем, как нам связать вот такие ромбы. Возможно, кто-то знает, кто не знает. Мы с вами как раз и поговорим. Итак, мы с вами набираем петли на наши спицы. Я практически все петли набрала, но покажу еще для тех, кто только начинает. У нас есть, мы отмеряем хвостик. Ну, тут сами уже ориентируйтесь, какой. И у нас вот мы собираем с вами таким образом наши нитки и делаем восьмерку. И набираем на наши спицы. Петли набрали. Я вязать буду с другой пряжи, потому что со 100 грамм вот это все, что у меня осталось. Все ушло практически на шапку. И далее. Теперь у нас с вами идет резинка. Резинка 2х2. Можете вязать резинку один на один. Что это значит для начинающих? Первую я сняла кромочную. Изнаночная. То есть мы с вами рабочую нитку выкладываем на спицу. И заходим под нитку, заходим под петлю, обкручиваем ее и вытягиваем. Это у нас изнанка. Лицо мы можем с вами брать за переднюю, можем брать за заднюю стенку. Сейчас удобнее брать за переднюю. Мы берем с вами вот за переднюю стеночку и провязали лицевые петли. Как вы обратили внимание, мы провязали с вами 2 изнанки, 2 лицевых. Почему называется резинка 2х2? 2 изнанки. 1, 2. 2 лицевых. 1 и 2. 2 изнанки. И 2 лицевых. Опять-таки, я говорю, вы можете взять резинку 1х1, то есть это у вас будет 1 лицевая и 1 изнаночная. 3х3, ну, не знаю, можно попробовать, но мне, на мой взгляд, будет грубовато. Опять-таки, это выбор за вами. Второй ряд мы с вами вяжем точно так же. Первую петлю мы снимаем. Но так как у меня здесь не чет, поэтому у меня остается получается 1 изнанка. Я специально набрала так, чтобы выйти на рисунок. Но вы набираете так, чтобы у вас получалось все 2х2. И вот лицевые, видите, как они у нас выглядят? Просто как бы такие петелечки. Мы их провязываем лицевыми. Здесь удобнее вот уже захватить за заднюю стенку. Вот мы вот так захватываем. И вот у нас идут изнаночные 2. 2 изнаночные, изнаночные. Вот идут такие вот, как барашки перед нашей петлей. Мы опять-таки нашу рабочую нить выкладываем на спицу и обкручиваем ее, протягивая через петлю. И лицевые за заднюю стенку захватили и провязали. Итак, к примеру, мы с вами связали необходимую высоту для нашего отворота. У кого 5 см, у кого 7 см, сам выбирается. И теперь мы должны с вами сделать линию сгиба. То есть там, где у нас будет отворот перегибаться. Поэтому вот в данный момент я сейчас провязываю все лицевыми петлями. Вот, независимо от того, лицевая, изнаночная, я провязываю все лицевыми петлями. Если мы посмотрим, видите, у нас вот пошли вот такие вот бугорки по всей длине нашего отворота. Итак, я вот провязала весь ряд и повернула наше вязание. И теперь мы с вами можем продолжить вязать нашу резинку, ориентируясь уже, вот если у нас здесь были лицевые, здесь были вот две изнанки. То есть вот это у нас крайняя будет лицевая, две изнанки. Так вот это у нас будет две лицевых, две изнанки. То есть мы с вами опять перешли на резиночку 2х2. а две изнанки, вот две лицевых, видите, вот просматриваются они, поэтому мы должны не сбиться и вывязать резинку. Видите, вот уже сейчас видно, что можно сложить, и мы получим с вами вот краешек нашей шапки. Я сейчас свяжу еще резинку, и мы посмотрим. Итак, я вот провязала несколько рядов, и вы видите, что у нас явно идет раздел. Вот одна часть резинки, и вот вторая часть резинки. И вот тут есть одна такая, ну, хитрость-нехитрость, но должна быть внимательность в этот момент, когда мы уже связали необходимое количество нам отворота, и мы уже с вами будем формировать наш узор. Теперь вот смотрите, мы с вами сложили нашу шапку. И узор вязать, то есть если мы сложим и вот так вот, то есть шапка будет сюда идти, лицо, это отворот, а дальше должна идти шапка. То есть мы с вами находимся в тот момент, когда вот это у нас лицевая часть шапки. Если мы будем с вами находиться вот в этот момент, да, вот отсюда вязать, то получится, что у нас рисунок будет с внутренней стороны, мы не сможем с вами сделать вот такой отворот. Нет, мы сможем только сделать на обратную сторону, но у нас не будет вот этого вот трубчика, который позволяет именно, ну, сделать вот такой явно конкретный изгиб, да, вот он, видите, хорошо сложился, и шапка будет смотреться хорошо. Вот это такой момент, который вы должны учесть уже, когда вы связали необходимое количество высоту вашей резинки. Теперь опять-таки смотрите, внутреннюю часть резинки, опять вы можете регулировать сами. Она может быть высоту наружной, может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Да, вот эта часть резинки. Видите, у меня буквально там на пару рядов чуть-чуть меньше. Вот внутренняя часть, вот наружная. И теперь мы с вами разберем, как мы разобьем наш рисунок и поговорим, как мы с вами свяжем ромбы. Вот у нас с вами край. Я петлю снимаю, и, как я говорила, мы с вами вяжем 7 петель. 7 петель мы вяжем изнаночными петлями. 1, 2, здесь у нас было лицо, мы все равно вяжем изнанками. 3, 4, теперь смотрите, вот в этот момент вы должны продумать, если вам нужно добавить петли. Добавлять мы петли можем только в те ряды, которые у нас между косами, да, хотя можно и в косы добавить, но, как бы, мне показалось удобнее так. Если нам нужно добавить вот здесь, мы с вами можем сделать накид и добавить необходимое количество петель, да, вот у нас 1, 2, 3, 4, сделали накид, 4, это у нас будет 5, это у нас будет 6, это у нас будет 7, к примеру, да, мы добавили с вами петли. Сколько петель вы считаете сами, и с какой периодичностью добавлять, вы тоже должны просчитать сами. И вот мы с вами вяжем теперь лицевыми, это у нас будут косы. У нас их 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас с вами 6 петель, это у нас коса. Далее у нас идет 15 петель, как мы с вами оговаривали, да, вот по вот этой схемке. То есть, опять-таки, мы вяжем только изнаночными. 1, 2, 3. Опять-таки, оговариваем, мы можем с вами добавить или так добавить 3, да, 4, это у нас идет 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Вот 15 петель. Теперь у нас идут с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь идут уже одни изнанки. Ну, чему нет. Повернули вязание, да, и теперь мы с вами просто вяжем по рисунку. То есть, если там, где у нас были изнаночные, теперь у нас с вами лицевые. Все лицевые провязываем. Доходим до косы, до косы, да, а так как коса у нас идут здесь, на изнаночной стороне изнанка. 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6, и далее опять 15 лицевых. Момент. Там, где мы с вами добавили петли. Видите, здесь мы с вами вяжем ряд лицевыми. Если так добавим, то будет дырочка. Это когда мы свяжем ажур, это будет уместно. Когда мы с вами вяжем не ажур, нам нужно провязать так, чтобы наша дырочка спряталась. Видите, мы ее спрятали. Это для начинающих, я думаю, для опытных вязальщиц это не секрет. Итак, я уже повернула свое вязание и провязала начало нашего вязания. То есть, здесь у нас 7 петель изнаночными. То есть, изнаночная гладь. И вот мы с вами дошли до 3, 6 петель. Это у нас лицевые. Здесь это у нас коса. Как мы с вами перекручиваем косу? 3 петли я пропустила, 3 я захватила. Теперь я приспускаю мою основную спицу, как бы на которой петли, и перебрасываю петли. Вот у меня петли, как бы с левой стороны, перешли на правую, а с правой стороны перешли на левую. Можете сделать обратно, с правой на левую, то есть, как вам удобно перебрасывать петли. Это не принципиально. Здесь одна коса, один переброс, поэтому тут можно сделать и слева направо, и справа налево. Вот мы с вами перебросили. Получила у нас такое первое, как бы коса. Далее опять вяжем 15 петель, и доходим до следующей косы, и делаем все то же самое. Следующая коса покажу для тех, кто только начинает. Вы можете использовать дополнительную спицу, перебросив вот эти 3 петли на дополнительную. Но мне быстрее так, поэтому вот я сбросила, тут придерживаю, чтобы петли не распустились, их подхватила, видите, у меня на 2, и перебросила эти петли сюда, и провязываю. Изнаночные ряды мы провязываем с вами по рисунку, то есть, лицо лицевыми петлями, изнаночные петли изнаночными. Следующий ряд я перевернула вязание, и вот смотрите, мы опять-таки здесь провязываем с вами по рисунку, ничего не переплетаем, иначе, хотя, может быть, если нитка позволяет, можно переплести и в этом ряду. То есть, у нас крест наших кос будет через 1 лицевой ряд. Итак, вот мы с вами связали часть наших кос, как вы видите, то есть, косы, как я уже сказала, мы делаем через 1 лицевой ряд. И перекрутили. Вот я перекрутила, и если бы мы хотели продолжать дальше вязать косы, то это у нас будет по рисунку, и только на следующем лицевом мы с вами сделаем перекрёст наших петель. Теперь давайте посмотрим. Вот наш отворот, да? Вот если мы его так завернём, то вот этот вот край, там, где мы вязали лицевыми, он будет к лицу. Всё, то есть, мы с вами попали именно так, как должно было быть, да? Наш отворот правильный. Теперь мы с вами посмотрим, как нам нужно сделать ромб. Как будем делать ромб. Вот первую часть, там, где у нас изнаночная, я сейчас быстренько прогоню, и мы тогда поговорим по поводу наших кос. Вот мы с вами дошли до кос. Нам нужно, чтобы в центре у нас вот здесь, вот видите, 3 и 3 появились изнаночные петли. Где мы их можем взять? Мы их можем взять вот с этого пространства, да, вот там, где у нас было 7, то сейчас у нас останется 6, а седьмую петлю мы заберём между косами. Как я это делаю? Я 3 петли захватываю на правую спицу, левую спицу приспускаю, и теперь захватываю вот ту изнаночную в центр. Мы с вами перебрасываем петли, снятые так, и мы поменяли местами. Теперь у нас вот идут 3 лицевые, здесь у нас идёт изнаночная. Теперь точно так же мы с вами поступим и с тремя этими лицевыми спицами. Но в данном случае мы с вами захватываем за работой изнаночную петлю, приспускаем наши лицевые, их перехватили, они у нас пошли перед работой, видите, изнаночная за работой, и провязали первую изнаночную, а эти 3 лицевых. То есть мы с вами похожие движения, скажем, петель кос связали на шапке для женщин. Ну, там мы делали 2х2 или 6х6, я уже точно не помню. А здесь мы с вами просто 3 на 1 петлю перебрасываем. Я дошла, 1 петлю, видите, оставила, потому что мне нужно её в центр косы. захватила, вот 3 лицевых, приспустила. Здесь я за работой забираю изнаночную, а перед работой провожу лицевые петли, одела их на спицу левую и провязала на правую. 3 петли, а 4 изнаночная. Здесь наоборот, за работой захватываю изнанку, приспускаю, перед работой перехватываю лицевые, изнанку на левую спицу, провязала, и 3 лицевых. Так мы с вами поступаем со всеми косами на нашей шапке. Итак, я провязала изнанку, и вот уже начала вязать следующий лицевой ряд. Опять-таки я провязываю, видите, 1, 2, 3, 4, 5 петель, да, было у меня 7, 6, теперь 5. Опять я одну петлю оставляю и показываю опять, как мы с вами захватываем лицевые петли, за работой проходит изнаночная, перекрутили наши петли, все вернули назад и провязали лицевые лицевыми, а изнаночные изнаночными. То есть у нас сейчас с вами между, скажем, вот этими косой будет уже вот сейчас 3 изнаночные, и четвертую мы сейчас добавим с другой стороны. Так мы поступаем с вами полностью, провязываем весь, скажем, наш ромб, то есть мы добиваемся того, чтобы все изнаночные петли с одной стороны перешли и с другой, вот с одной стороны стороны косы перешли в центр этой косы, и мы должны будем с вами соединить их. Вот каким образом. У меня 15 петель, поэтому у меня здесь остался одна петля. У вас может быть четное количество петель, вы можете просто соединиться вот таким образом. Вы можете сделать не 15, у вас может быть 10-12, столько, сколько вы рассчитаете под вашу пряжу и под ваш размер. И когда мы дойдем полностью, пространство между косой заполним изнанкой, а косы, а эти ромбы соединим вот в этом месте, мы могли бы даже соединить и здесь перекрутить, и дальше пойти, то есть вот такое можно придумать для узор, да, то есть как бы вы захотите, если сделать так. И потом, я сейчас довяжу, и мы посмотрим, как мы можем с вами убавлять, то есть мы будем уже сначала, мы расходимся ромб, потом мы будем сходиться. И так, как вы видите, у нас пространство между нашими двумя косами начало здесь уменьшаться, а здесь увеличиваться. Я не буду провязывать дальше до конца, для того, чтобы не занимать и ваше свое время. Здесь все понятно, то есть вы постепенно доходите до соединения вот этих двух полос из лицевых петель. Теперь я покажу, как мы с вами убавляем. Убавляем мы точно так же, как и прибавляем. Ничего нового я не покажу, разница только в том, что здесь мы с вами оставляли здесь изнаночную, а здесь мы провязываем до конца, и мы теперь вот с этой стороны изнаночную забираем, перебрасываем лицевую, то есть мы возвращаем, и видите, как бы назад наши лицевые петли. Сюда мы возвращаем изнанку и провязываем лицевые петли. В серединке провязываем все лицевые, все изнаночные, и оставляем одну изнаночную, для того, чтобы ее сейчас перебросить. Забираем лицевые перед работой, приспускаем, за работой изнанка идет. То есть видите, мы теперь вот сюда закручиваем нашу полосу из лицевых петель и провязываем лицевые и изнаночные. и так мы с вами довязываем до того момента, когда они соединяются между собой, то есть до вот такого вот момента, как мы с вами начинали. То есть у нас с вами получается такой вот своеобразный ромб, который вывязывается из косы. Опять-таки я повторюсь, расстояние между косами может быть у вас другое, не 15, может быть больше, может быть меньше петель. Столько, сколько вы просчитаете, сколько вам понравится частота или густота этих кос и переплетений. Высоту кос или ромбов тоже можно менять. Как можно менять, вот сейчас мы с вами об этом и поговорим. Вот видите, я сейчас перебросила одну петлю. Но вдруг вам показалось, что вот вы вяжете и ваш ромб уже, он достаточно высоко уходит, и вам уже хочется заканчивать шапку, шапка получается высокая. Ну, чего-то там ошиблись, недосчитали, пересчитали. Мы ведь можем с вами сделать неравносторонний ромб, да? Мы можем оставить вот две петли и перебросить не одну, а две петли. Тогда наше вот соединение будет значительно идти быстрее. Правильно? То есть, вот вы этот момент тоже можете учесть при вязании вашей шапки. Так, и теперь мы здесь, вот видите, я перебросила две и провязываем не две, а одну петлю. То есть, наши ромбы будут быстрее соединяться или разъединяться, как вы там для себя решите. И, ну, изнаночный ряд мы провязываем. Видите, вот оно даже и сейчас, вот видно, если эти равномерно и начали немножко сходиться, то вот этот ромб мы с вами здесь убрали одну, а здесь две. Он начал более круто заходить на соединение. Итак, к примеру, мы с вами связали наши ромбы и уже дошли до кос. Да, вот мы соединили наши лицевые петли и теперь мы готовы с вами провязывать, закручивать косы, как в начале. Теперь, вот смотрите, вы должны определиться, достаточно ли вам высоты, вот этой высоты для вашей шапки. Вы должны замерить. И если достаточно, то есть в моем варианте было достаточно, я начала уже убавлять количество петель для того, чтобы нам вывязать донышко шапки. Чем быстрее мы соединяем, тем донышко будет более округлым. Чем мы его меряем, тем оно будет более острым. То есть вы тоже должны определиться, кому нужно подлиннее, хотя сейчас модно молодежь носит такие вот свисающие дно шапки, как-то заворачивают его. Возможно, вы можете и такое сделать. Я покажу, как мы с вами можем уменьшать количество петель для нашей шапки. Я что сделала? Вот смотрите, мы с вами вяжем изнаночные петли между нашими косами. Я не довязываю две петли, две изнаночные. Видите, вот у нас пошла коса и вот две изнаночные. Я их перед самой косой провязываю две вместе. Косу мы с вами переплетаем, а с одной и со второй стороны косы я убавляю по петле. Видите, оно незаметно под самой косой. Точно так же я сделаю с этой косой и со всеми косами, которые у меня есть на шапке. Итак, мы с вами разобрали, как уменьшать количество петель возле кос. Давайте посмотрим само донышко. Сейчас отъеду немного. И вот у меня лицевая сторона. Вы видите, как оно постепенно сужается. И давайте посмотрим на изнанке. Более хорошо видно, где у нас происходит сокращение количества петель. Вот посмотрите. Вот видите, вот как бы коса, к которой мы дошли, и с двух сторон у меня идет убавление. Три ряда я провязываю с двух сторон, и потом четвертый, пятый ряд я уменьшаю еще количество петель вот в этом пространстве. И постепенно, выходя на меньшее количество петель, мы начнем уже убавлять и в самой косе. При переплетении вы можете уменьшить на одну петлю, потом уменьшить на две, и в итоге выйти на допустим, там 10, 12, 15 петель вот по кругу нашей шапки. Я закрыла эти петли, и у меня, честно говоря, я уже не помню точно, сколько было, но это даже не важно, почему? Потому что у каждого будет свое количество петель, то есть у меня одна петля была с изнаночных, одна, допустим, или две петли осталось с косы, то есть можно посчитать. И потом, когда я их закрыла, крючком набрала количество петель и затянула. Я сейчас покажу, как это я сделала. В итоге, видите, как у меня получилось это донышко, как бы я его стянула. Вы можете это сделать по-своему, как кто умеет. Можно просто оставить количество петель и через них оторвать достаточное количество и длину ниточки для того, чтобы протянуть, и потом нам хватило сшить. Кто вяжет по круговым, вообще ничего не нужно. Отрезали, затянули и закрепили ниточку. А как я сделала, допустим, крючком? Ну, мы с вами закрыли наш ряд. Я покажу на кусочки, совершенно на небольшом. То есть я вот закрыла свои, допустим, там 10 петель. Вот я закрыла свои, к примеру, оставшиеся петли по всему кругу нашей шапки. Теперь мне их нужно соединить. Что я сделала? Я крючком, нужно здесь крючок потоньше, крючочком заходила вот в каждую петельку и набирала петлю. Вот так вот. Это, в общем-то, можно было просто спустить эти петли и протянуть через них сразу же. Не делайте это крючком. Почему я это сделала? Я примерялась, насколько она будет у меня хорошо садиться, для того, чтобы не обрывать нить. Это, в общем-то, причина, почему я сделала это так. Да? Вот так. И потом взяла вот это все, протянула через... и затянула. В итоге у нас получается вот такое как бы донышко. Видите? Хотите, можете сделать так. Хотите, можете, если вы четко все рассчитали, у вас все получается, вы можете сразу же затянуть оставшиеся петли на спице. То есть, вот они у нас остались. Вы взяли их, собрали и крючком протянули оторвали или отрезали, правильнее сказать, необходимую длину вашей ниточки для дальнейшей работы. И вот так вот протянули и тоже закрепили. Да? Вот смотрите, у нас получилось то же самое. Два варианта. Один с помощью закрыли, с помощью крючка, другой, в общем-то, сразу же со спиц и закрыли. Далее мы их соединяем. Если вы вязали, как и я, поворотным вязанием на двух спицах и сшиваем по изнаночной стороне, как вам удобно. Единственный, опять-таки, момент. На отворотную часть вы должны здесь связать на изнанке, а здесь как бы на лицевой части. Для чего? Для того, чтобы когда мы отворачиваем, чтобы у нас здесь был более ровный, красивый шов. Вот и все. Как бы все моменты мы с вами оговорили. Как мы с вами вяжем вот такую шапку. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч! До новых встреч!